теперь вот что мы вспомним какую дату год назад был нанесен армянскими войсками которые были на территории азербайджана в карабахе ракетный удар по гинже я был на этом месте эти ракеты были нацелены в центр древнего города генджа густонаселенного ракеты были тактические баллистические и они попали в густонаселенные мирные районы огромные воронки на месте этим там фотографии детей погибших и это было ужасно на мой взгляд преступления когда был это была одна из попыток перевести войну из войны между государством азербайджан и карабахскими сепаратистами армянскими сидящими в карабахе войну между двумя государствами азербайджан и армения в расчете на то что в ответ на этот акт террора удар по гинже мирный азербайджан ответит ударом по территории армении и тогда мы у россии получит возможность или те силы про армянские которые сидят в россии получит возможность мол делать так что россия включится в войну поэтому год назад и я конечно проведу специальный стрим посвященный годовщине войны армяно-азербайджанской но я не мог не вспомнить ракетный удар по гинже это преступление военное преступление за которые считаю должны от ответить те кто его осуществил должно быть расследование я предлагаю азербайджанской и российской да и армянской стороне собственно говоря расследовать этом вопросе и тут не может быть сроков давности поскольку мне во первых непонятно как у сепаратистов каких-то оказались ракеты тактические среднего радиуса действия способны нести в том числе химическое оружие или достаточно серьезные заряды и и каким образом был дан приказ кто санкционировал удар по гинже тактическими ракетами я надеюсь что я верю в это что азербайджанская сторона не оставит эту историю потому что до тех пор пока эта тема с ракетным оружием тактическим не будет разобрана не будут поставлены точки над и я уверен не будет никогда покоя и мира а то что азербайджану надо бы не расслабляться и не думать что несмотря на прошлогоднюю победу все кончено я хочу сказать что многое только начинается азербайджан государство безусловно освобождающие свою территорию во первых территории не освобождена до конца это раз во вторых азербайджан разные сильные государства соседние втягивают в свои игры это крайне опасно для азербайджана это два как армению тоже втягивают ну например я вот например считаю что турецкая концепция которая неоднократно звучала в устах эрдогана человека безусловно выдающегося исключительного который отстаивает идея неосманизма и турецкого идеи которые в интересах турецкой нации две стороны один народ то есть две стороны значит азербайджан турции но это один народ что-то идея для азербайджана крайне опасная мало того что она ложная сама по себе поскольку никогда за исключением восемнадцатого года азербайджан формально не подчинялся османам не подчинялся турции азербайджан всегда входил в зону культурного присутствия персидской империи и не персов не иранцев поскольку ираном как как он не назывался тогда правили тюрки правили азербайджанцы династия каджаров которые и воевала с османами между прочим фактически война между персией средневековой и османской турции это была война между тюркскими правителями которым подчинялись совершенно разные народы также как османам подчинялись греки там армяне я не знаю грузины и так далее итальянцы наверное тоже также и каджаром подчинялись кавказские народы персидские народы и там афганцы и все такое прочее разные народы поэтому это народы до языки похожи но разные цивилизационные просто пути они прошли но сегодня что значит концепция два народа одна страна как она слышится в россии как она видится в россии многими она видится как угроза того турции то это член нато на территории турции находится огромная мощная натовской группировка который никуда оттуда не уходила не эрдоган из нато не вышел штаб южного фланга и оперативное командование нато находится на территории турции ладно эрдоган хороший ладно эрдоган там у него в глубокое взаимопонимание с президентом Путиным, а завтра Эрдогана у власти не будет, и допустим выборы приведут к власти в Турции республиканцев. В АКПАРТИ, в партии неоосманов, так назовем, прогрессивных исламистов, фигур подобных Эрдогану-то нету, с его харизмой, с его стратегическим умом, ни Дават Аглу, ни другие не являются его премниками в этом вопросе, как ни Молотов, там ни Маленков не были премниками Сталина в должной мере, которые понимали бы замыслы и масштабы того, что Сталин имел ввиду. Поэтому вот не будет Эрдогана, а НАТО останется в Турции. И Россия, я это точно просто знаю, никогда не потерпит выхода НАТО в Каспийский регион, никогда. И армяне этим будут всегда спекулировать. Они всегда будут показывать турецкое стремление. Это делает Багдасаров, например, человек, которого я глубоко презираю и терпеть не могу в программах Соловьева постоянно. Но это то, что на самом деле в Москве воспринимается как угроза. Каспий не может быть доступен для НАТО. НАТО не может быть места в Средней Азии и не может быть места на Каспии. Это позиция, которая для России непререкаема. Поэтому мне кажется, что для Азербайджана начинается очень сложная стратегическая политика лавирования между игрой больших держав, в которой я не исключаю, что, допустим, определенные силы в Армении могут решиться и на реванш. Да, Пашинян выиграл, безусловно, на пользу поддержкой армянского народа граждан Армении, живущих там и реально страдающих от всего от этого. Беусловно, его курс на попытку мирного договора там существует. Но мы только что видели, что иранцы чуть было не спровоцировали, не разогнали войну с Азербайджаном и из Турции. Кому это, в чьих это интересах? Кто от этого будет выигрывать? Кто эти плоды соберет с древа этой войны? Поэтому я думаю, что для Азербайджана крайне важно укреплять отношения с Россией всецело, дистанцироваться от любых вовлечений Азербайджана во внешние военные союзы, особенно которые имеют отношение к НАТО. Безусловно, военная помощь, турецкая или израильская, какая-либо еще. Это внутреннее дело Азербайджана. Любое государство имеет право покупать военные технологии или учить своих офицеров и солдат там, где сочтет нужным. Россия продает оружие государством залива Персидского легко и свободно. По всему миру продает оружие. Поэтому Азербайджан праве закупать любые системы, необходимые ему для обороноспособности. Напомню, сейчас Азербайджан формально не входит ни в какой военный блок. Но прямой военный союз с Турцией, о чем я слышал, говорится. Россия будет воспринимать как безусловную попытку НАТО выйти на берега Каспия. А это уже будет тогда совсем другая история, которая будет совсем по-другому в Москве читаться, восприниматься и в общем создаст основу для крайне опасных реваншистских настроений среди крайне радикальной части армян. Я это говорю как друг. Я хочу, чтобы и у армянского народа, и у азербайджанского народа, и у иранского народа не было войны. Я верю в кооперацию народов этого древнего региона. Я знаю тесные связи Азербайджана с Турцией, но пожалуйста, вы разные народы. Вы разные народы и вы разные государства. Братские, дружественные. Но вы и с Россией тоже дружественные народы. В Дагестане живут огромное количество азербайджанцев. Я во время выборов приезжал в Дербент, как раз были дни Ашуры, понимаете, там и так далее. Ну что, давайте развивать отношения с Россией. В России живут несколько миллионов азербайджанцев в России живут. Причем это люди, которые занимают достаточно важные позиции в бизнесе, в технологии, в госуправлении, в финансовых институтах, в технологических институтах современных. Поэтому не поддавайтесь. Не поддавайтесь этому давлению, которое на вас оказывается. Вы, освободив свою родину, имеете право, и вы заслуживаете этого права, и вы обязаны это право реализовать, самим определять свой путь. И над этим надо думать. Мы готовы всегда вам помочь в этих размышлениях. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. До новых встреч. Спасибо за просмотр. Поставьте лайк. Если вы не подписаны на наш канал, то подпишитесь.